Всем привет! В этом году я решила создавать новогоднюю атмосферу и немножко украсить свой дом к Новому году. Я обновила те детали, которых мне не хватало ранее. Посмотрела на список, что я хотела сделать в уходящем году, какие детали добавить, что поменять. Одним из таких изменений стал круглый стол. Мой квадратный стол из Икеи прослужил мне больше четырех лет. Я его купила почти сразу, когда переехала в эту квартиру. Это был такой бюджетный вариант, небольшого размера, 75 см квадратный. И он пережил очень много всяких ремонтных событий, мероприятий, даже мои эксперименты, поготовки какие-то. Он хорошо послужил, но в этом году и даже может быть в прошлом году появился такой тренд на круглые столы. И я подумала, ну это же идеально то, что мне нужно, чтобы создавать атмосферу. Плюс в начале года или где-то весной я переставила свой холодильник в коридор, потому что у меня хрущевка небольшая. И осталось достаточно много места на кухне. Круглый стол он вписался. То есть ему хватало места для того, чтобы можно было комфортно расположиться и можно было дополнительные стулья поставить, если вдруг приехали родные. Поэтому я решилась, продала квадратный стол и купила круглый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также делом, которое нужно было закончить, это поклеить обои. У меня возле кровати был небольшой участок стены, который, так сказать, подвергся атакам со стороны мазки. Она немного подрала обои по краям. Я думала это переклеить. Я уже поменяла обои в коридоре, в части комнаты. А вот в этом месте обои оставались, потому что у меня был кондиционер, сплинт-система. И я ее в конце лета продала, потому что у меня тут довольно прохладно всегда, даже супер солнечное лето. Стены такие толстые у дома, плюс выход окон на деревья. Поэтому у меня здесь всегда прохладно. Я решила кондиционер продать. Он мне не нравился внешне, он мне не нравился потому, как он уже работал. Я его продала, и было пустое пространство под ним. Я подумала, что вообще идеальная возможность убрать кондиционер, поклеить обои, а уже к лету или весной купить новую сплит-систему, которая мне понравится. Поэтому обои я тоже переклеила. Немножко они какого-то такого песочно-бежевого оттенка, со всякой такой текстурой штукатурки или типа того. В общем, такие фактурные обои мне не очень понравились. И мне достаточно было всего одного рулона. Еще одним важным приобретением было это купить обувницу себе в коридор. И это тоже то, что я хотела доделать. Я хотела, чтобы мой коридор стал более аккуратным, просторным, чтобы там было все аккуратно сложено. Раньше вместо обувницы я переделывала стеллаж из Икеи. И даже видео про это делала, как я распилила стеллаж из Икеи пополам. И часть это был книжный шкаф, а часть обувницы. Он тоже мне довольно долго послужил. Но я хотела сделать такую обувницу, которая служила бы и сиденьем, чтобы можно было присесть, обуться или разуться. И более аккуратно расставить обувь. Игорь Негода Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть такая особенность у меня в коридоре, то что там ниша, рядом вентиляционная труба, которая никак не сдвинется, есть небольшая ниша 67 см. И ту обувницу я делала самостоятельно, поэтому у меня размеры были конкретно под меня. А эту обувницу я нашла на озоне случайно буквально, вот именно под тем размером, который мне нужно было. Плюс желтого цвета сидушка в цвет моего дивана. Я была в полнейшем шоке. Пришло все идеальное в стиле лофт, такие металлические черные ножки. Сидение совпадает с цветом и материалом дивана, то есть все сочетается между собой даже среди комнат. Это меня очень сильно порадовало. Я обновила все, помыла обувь, все расставила. Еще одна важная деталь, это была вешалка. До этой вешалки у меня была вешалка тоже с птичками, но она была деревянная. Та деревянная, она все время падала. И когда приходили гости, пытались повесить на нее тяжелую одежду, она падала вместе с одеждой. Это было жутко неудобно. Я решила купить ту вешалку, которая будет прикручиваться к стене полностью. И выбрала такой дизайн, тоже металлический черный. Прикольно. Возможно, надо было купить какую-то более массивную вешалку, которая компенсировала бы то, что одежда довольно крупная. Ну, верхняя одежда. В целом, я довольна. Сейчас ничего не падает, по крайней мере. Даже вот тяжелые пуховики спокойно висят и ничего не падает. Меня это радует. После обустройства дома я приступила к декору новогоднему. Это уже было ближе к концу декабря. Я купила гирлянды нити и на кухню, и в комнату. Это такие гирлянды, которые вот отдельными такими ниточками висят лампочки. Как обычно в кафе бывает, мне очень нравится такая подсветка теплая, создает атмосферу. Мой секрет в том, что я эту гирлянду не убираю. Она у меня остается и летом. И тоже такая очень приятная атмосфера. А потом уже начались елки. Я купила отдельно две больших ветки Нобелеса. Это пихта с таким очень выраженным ароматом, эвкалиптовым каким-то. Очень свежий, и он держится довольно долго и стоит довольно долго. Примерно 12 декабря я купила эти ветки с Нобелесом, и они простояли весь декабрь и еще январь. Я сделала из них композиции, сделала отдельные композиции в вазы, отдельную композицию еще сделала в такую коробочку и тоже показала процесс, как это происходило. Субтитры сделал DimaTorzok. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Вот такая композиция у меня получилась. Не совсем ровная, можно ее растушить немножко таким образом. В принципе ведерко не мешает, теперь можно и по бокам втыкать веточки. Такая прикольная композиция получилась, можно ее подарить, можно украсить и поставить дома. По-моему очень классно и себестоимость совсем недорогая. Вот эта коробочка стоила порядка 300 рублей и сама ветка Нобеля состоила всего 300 рублей. И из этих 300 рублей я сделала несколько композиций. По-моему очень бюджетно. Осталось украсить. Ну или съесть, как Маська хочет. Еще одну мечту, которую я исполнила, я купила огромнейший просто плед на кровать. У меня кровать метр шестьдесят и высокий матрас, где-то по-моему 20 сантиметров или 19 сантиметров. И все мои пледы, они были маленькие. А здесь я купила плед 2,20 на 2,40 и он полностью покрывает все. Это просто мечта моя. Я очень давно хотела, но мне казалось, что это будет стоить дороже, чем оказалось на самом деле. И вот такой вот цвет, пыльная роза, я хотела именно, но из-за того, что у меня шторы пыльная роза, кровать пыльная роза, вот это все, вся пыльная роза отличается. Это, конечно, косяк. Нужно было выбрать, может быть, не розовый плед, а какой-нибудь бежевый или мятный. И чтобы не было такой разницы в оттенках, потому что, ну прям идеально, чтобы совпало. У меня получилось только кровать и домик для кошки, лежаночки из одинакового материала. Это просто было чудо какое-то, потому что это разные производители, просто один материал оказался. Но все равно я пледом очень довольна, он очень мягкий, очень классный и он меня радует. Идеально все закрываем. Вот это я понимаю, плед, так плед. Очень красота. Елку покупали ближе к концу декабря. Она тоже очень большая, 2,40. У меня высокие здесь потолки и она вот заняла место почти до потолка. Такая очень пышная красавица. Мне она прям очень понравилась, она еще раскрылась со временем, когда побыла в тепле. Не хватило сил на украшения, если честно. Должны были еще быть игрушки, но как-то последняя неделя перед Новым годом она была супер какая-то загруженная. И не было возможности еще заняться украшениями в какой-то спокойной, расслабленной атмосфере. Поэтому эко-стиль совершенно без игрушек. Есть одна игрушечка такая деревянная, которая была в подарке. Еще традиционно каждый год я покупаю сама себе какой-нибудь подарок под елку, потому что это супер приятно баловать себя чем-то таким, что ты очень давно откладывал. И что не совсем может быть рациональной покупкой. То, что ты бы подарил кому-то, но не хочешь дарить себе, потому что это слишком. И я хотела очень давно свечу дорогую из натурального соевого воска с деревянным фитилем. Знаете, фитиль, который поджигаешь, и он горит с таким характерным треском, как будто это камин. Я давно хотела такую свечу и купила свечу с ароматом растущих доходов. Подумала, что это то, что мне нужно в 2024 году. Жизнь, возьми, выкладывая, что мы должны в этом этом. Мы сейчас взяли, чтобы сделать это, поджигание, чтобы всё это было очень красиво. Мерс в ухлоп. Корма не прикручаю. Я-мерс в ухлоп. Жизнь в эбин. Я-мерс в ухлоп. Я-мерс в ухлоп. Я-мерс в ухлоп. Я-мерс в ухлоп. Эй, прям куськать будет. Ну как, пахнет растущими доходами? Аромат яблочного штруделя с корицей пахнет безумно приятно, выпечкой осенней, уютной, но и для Нового года тоже подходит. Я прям в восторге. Такой прикольный влог получился про мой декабрь, как это все происходило, какая была подготовка к этому празднику. Надеюсь, что вам тоже было интересно смотреть. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У меня еще много всего интересного. До новых встреч и пока-пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok